Кто никогда не прозвали Ханакху? А у кого нет Ханакхи? У нас есть бесплатная Ханакхи и свечи, которые вы можете привезти там на столе. Если потеряли или нуждаетесь, то они и там положат. Мы также раздавали во время первого служения. Я люблю Ханакху. Кто никогда не слышал истории Ханакхи? Я буду это объяснять, как важна Ханакха есть. И вы знаете, что Иисус даже праздновал Ханакху. Мы это читаем в Библии. У нас это теология замещения, которая не позволяет людям знать об этом. И поэтому в нашем Новом Завете мы это исправили. Кто знает, что здесь написано? Это часть Торы сегодня. И что это означает? И он вышел. Я выбрал фотографию, где уже встает темно. Уже солнце заходит. И причина для этого, вы узнаете, что Иаков уходит из Израиля, когда солнце заходит. Он уходит в эту темноту. Но часть Торы, когда он возвращает, мы ждем, чтобы солнце поднялось. Это не только физическая темнота, но также он уходит дому. В Библии 28, 1-5, начинается с 10-го стиха. Я хочу вас напомнить, что мы будем изучать. И призвал Исаак Якова и благословил его. И заповедовал ему сказать, не бери себе жены из дочерей хананских. Почему? Почему? Почему ему нельзя было брать жен? Ханан проклят. И что вы должны помнить, когда Ханан был проклят? Когда это произошло? Какое событие произошло? Так, Ноя был еще живой. Его три сына, Сим, Хам и Ефет, они тоже еще живые. Ноя был жив, когда Авраам жил. Авраам знал Ноя 15 лет. И Исаак знал Сима, тоже 50 лет. Так Сим, мне кажется, сказал Аврааму, что потом передал Елизару, не бери жену с Ханана. И так Исаак вырос с Симом. И он, мне кажется, тоже рассказал ему, как Ханан был проклят. Он говорит, что ты делаешь? Не женись на Хананке. Бытие 28, 8, 9. И увидел Исаак, что дочери Хананские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исаак к Измаилу и взял себе жену Магалову, дочь Измаила, сына Аврааму, сестру Навиафову, сверх других жен своих. Исаак женился, когда ему было 40, и на каких народах он женился? Какие два первых народа, которые Исааку не понравились и Ребекке? Это означает террористы. Он женился на этих террористов, теперь он женился на дочери Измаила, и это приводит к части Тора сегодняшней. И Исаак уже вышел, и он вышел из Версавии, и пошел в Харан, и пришел на одно место. Так он пришел. Когда в Библии есть слово, когда мы говорим одно место, это очень важное место. Давайте посмотрим, сколько раз оно напоминается. Я стал себя там ночевать, потому что зашло солнце. Я взял один из камней того места, и положил слезом, и лег на том месте. Это очень важное место. Слово, что он пришел, еврейское слово для этого – Пага. И означает, он пришел. Но мы также замечаем, Пага на иврите означает, что он встретил божественную встречу. Это идет божественная встреча. Это не любое место. Это уникальное место. Итак, мы увидим, как он уходит из земли, и он уходит в духовную темноту. И есть это слово «камень». Если вы не знаете, у них не было подушек тогда. Надо было использовать камни как подушку. Слово «то место», есть еврейское слово. Это одно из имен Божьих. Это место. Маком. Маком. Маком означает «место». Ха-маком означает «то место». Что уникально про Маком на иврите, в виде «мем» на «кэм», «о-эм». М меняет, как оно выглядит в конце слова. Но слово «маком» – это одно из имен Божьих. И что прекрасный корень «кум» – это встать. И что мы знаем, что «Ежуа воскрес из мертвых в том месте». И мы читаем о воскресении Мессии. Давайте посмотрим на это. Здесь, в 18 стиху, он встал рано утром и взял камень, который пожил себе изголовьем и послал его памятником, и взял елей наверх его. Давайте посмотрим, что произойдет. Чтобы вы заметили, вверху, где красная эта линия, буква «he» – это слово для камень, это «евен». Вот оно здесь. Вот, оно большое. Олеф бейт нун – «евен». Это камень. Вы видите, это «алеф тав» – камень. Это «алеф» не переводится на английском. Это объект, это камень. Но мы знаем… Я всегда понимаю, что это важно, когда «Ежуа» называется «алеф тав». Это «алеф тав» – камень. Вот на иврите. Вот это перевод «хав эвен». И вот это камень. Я хочу, чтобы вы заметили о том камне… Вы помните Псалом 118.22 или Псалом 117? Камень, который отвергли строители, и стал округольным камнем. Кто камень – это репрезентирует «Ежуа». Почему строители отказались от «Ежуа»? Потому что это в слове «евен». «Эвен» – это «отец», «бен» – это «сын». Слово «камень» означает «отец и сын» в одном камне. Понятно ли вам это? Главный камень, фундамент – это было место отец и сын. Итак, кто видел это место раньше? Как назвать это здание? Дом. Дом камня. Потому что есть большой камень. Это где Авраам принес жертву Исаака. Это где Святое Святое находилось. Там еще храм был. Это где отец Иякова, Исаак, почти был убит дедушка Авраама. Этот камень, который в Москве. Когда мы говорим, кто-то был где был храм. Я там был много раз. Я поближе посмотрел. Видите это? Я приблизил к нему. Мне надо было сфотографировать это. Вот Сатана сам. Вы видите глаза, и уши, и рога. И на все перевернеты. Это то же самое. Это Марвел. Это не кто-то построил. Вот видите это лицо. Вот это где Господь появляется в первый раз к Иякову. Вы помните сколько Иякову? Когда-то у него сон с лестницей. Ему уже 77. Ему было 77. Что мы замечаем? Путие 28, 12-13. И видел во сне. Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и исходят по ней. И так они восходят и не исходят по этой лестнице. Мы не делаем это на английском, но на испанском, на иврите. Они могут быть или женского рода, или мужского рода. Он или она. Когда я поменял от «оно» к «не», это вред о мудрости. И слово «мудрость» — это женское слово. И как вы можете это читать, или как оно должно звучать в Путие 28, 12-13, и ангелы Божии восходят и исходят по нему. И вот Господь стоит на нем, не на «оно», на лестнице, наверху Иякова, и говорит, «Я Господь Бог Афрама, Отца Твоего и Бога Слака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему». Почему ангелы восходят и исходят по ней? Одна мысль — это измена смены. Ангелы, которые шли наверх, это те, которые смотрели на землю обетованной. Но он уходит с обетованной земли. И те, которые не сходят, это те, которые будут с ним, когда он будет ходить. Как Михаил Архангел, за Израиль есть ангелы в других местах. Итак, смена меняется. И потом работники одни ушли, другие пришли. Что удивительно, что даже мудрецы говорили что-то над ним, не над ним. Читаем Иоанна 1, 49, 51. И Иешуа и Нафанаил отвечали ему, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израиль». Когда он говорит «Царь Израиль», он говорит, «Я знаю, что ты Бог». Почему? У них не было тогда Царя. Но читаем, что произошло. Иисус сказал ему ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, и я видел тебя под смокомницей». Увидишь больше всего. И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отны не будете видеть неопотверстие, и ангелы Божьи, восходящие, не сходящие к Сыну Человеческому». Иешуа – это лестница, которая связывает небо и землю. Читаем Исайя 33, 22. Ибо Господь, когда в больших буквах «Господь» это «Ювей Хадвей», не «Аллахим». Судья Наш, Господь Законодатель Наш, Господь Царь Наш. Господь Царь Наш. И когда Он призывает Иешуа Царя Израиля, Он говорит, «Ты, Господь, Ты Бог, Ты Мессия, и Ты спасешь нас». Иешуа – спасение. Итак, читаем Иоанна 3, 13. «Никто не восходим на небо, как только шедший с небес. Сын Человеческий, сущий на небесах». Здесь мы читаем ангелы, которые восходят и не сходят. Иешуа, которые восходят и не сходят. Это мой любимый стих. Притча 34. «Кто восходил на небо и не сходил». Вау! Это говорит, что Иак видел, когда ангелы восходили и не сходили. Кто собрал ветер в пригоршни свои. Кто завязал воду в одежду. Кто поставил все пределы земли. Мы знаем, что это говорится о Боге. Это Он поставил все пределы земли. Какое имя Ему? Как Его евреи называют? «Ха-шем». «Ха-шем» означает имя. «Ха-шем» – имя. Они не хотят говорить Божье имя, потому что они думают, что это неуважительно. Они говорят имя. И все знают, все обращаются к Юве и Хадве. Всем это понятно? Какая это буква? «Ха-шем». 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 «Ха-шем» и «Мем». «Ха-шем». «Ха-шем». Какое имя Ему? «Ха-шем на Его?» Это загадка. Это экзамен. Кто может принимать этот экзамен? Я взял эти стихи на еврите и сделал это на Excel. Это четвертый стих. Начинается здесь. И слева направо. А это справа налево. И заканчивается последняя буква в шестом стиху. Это Тав. Вот фраза. Какое имя его сына? Вав – это конец. Ма – это что? Шем – имя. Бен – имя его сына. Вот эта фраза. И какого имя сына его? Здесь не добавляйте к его словам. Почему это важно? Какое имя ему? Ха-шем. Здесь написано Ха-шем. Его имя Ха-шем. И какое имя сына его? И вот там находится Ешуа. Его имя – Ешуа. Здесь есть Ха-шем, который также встречает Ешуу и носит крестом. Как его имя Ха-шем. А имя сына – Ешуа. Но есть еще. Ешуа, когда он был крещен, он вышел с воды, и небеса открылись. Это то, что мы прочитали в Якове, когда небо открылось, и была лестница. И он увидел что? Дух Божий, который не сходил на него, как голубь. И был голос. Это мой возлюбленный сын, который угодный мне. Какое еврейское слово для дух? Руа. И руг. Ре-в-кет. Когда мы выживаем стиху, руак – это дух, который не сходит на Ешуа. Еврейское слово «руа» – вот он здесь, в этом тексте. Но есть еще. И как еще звали его сына? У него было больше, чем одно имя. И вот что еще прекрасно. Притя 34. Я хочу, чтобы вы заметили. Ма. Что? Его сына. Какое его имя? Как имя его сына? Я хочу, чтобы вы заметили. Я покажу еще один стих. Это мана. Кто знает, что Ешуа был мана, который падал с небес? Это написано в Евангелии. В Исходе 16.31 И оно должно быть не его имя, а Ман. Ешуа имя – это Ман. Итак, хлеб, кто сошел с небес, называется Мана. Но мы также знаем, что Ешуа имя – тоже Мана, потому что Он – хлеб жизни. И вот мы опять. Какое имя его и имя сына его? Мана. Менум. Я хочу, чтобы вы это все заметили. Это почему Бог показывает то, о чем мы даже не думаем, когда мы только читаем по-английски. И что мы читаем дальше? Питер 28.15 Бог говорит к Иакову, «Вот, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю, ибо Я не оставлю тебя, таколь не исполню того, что Я сказал тебе». Как? Что произошло с отцом? С отцами также произойдет с детьми. Иаков ушел с обитомой земли. Последние две тысячи лет Израиль тоже ушел с обитомой земли. Мы знаем, что Иаков и Израиль возвратится, и мы знаем, что Израиль возвратился в 1948 году. И потом в 1967 году они опять получили Иерусалим, что Бог сказал – исполнится. И оно сейчас происходит сейчас. Питер 28.17.19 И боялся, и сказал, «Как страшно сие место». Он говорит о той горе храма, где его отец не стал жертвовать, «И по ним, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, взял камень». Не просто какой-то камень, а тот камень, который он положил себе изголовье и послал его памятник, и возил Елея наверх его, и нарок ему месту тому Вефиль. Это Иерусалим, дом Божий. Это где храм был построен. Да, есть Вефиль в Иерусалиме, но подружно назвать Вефиль не означает, это о том месте он говорится. Есть палестин в Тегасе. Это не означает, что это тот палестин, который в Библии обращается. Вефиль означает гора храма. Это первый раз, когда что-то помазано в Тории. Первое, что было помазано в Тории, это камень, и масло, это мяши, елей, это мяши, это помазание. Бития 28, 20, 22, и положил Иаков в обед. «Если Бог будет со мной и сохранит в меня пути, даст мне хлеб и одежды, я возвращусь, то это будет Господь моим Богом, и этот камень будет Домом Божиим. И всего, что ты даешь, я дам тебе десятую часть». И камень, которым поставил, это где они построили храм, это дом. Бития 29, 1, 2. «И стал Иаков и пошел в землю, в Сыно-Востоке, и видел вод на поле колонец, и там три стадь мягкого скота, лежащего около него. Потому что из того колодца поелись над устьем колодца был большой камень, и женщины не могли поднять этот камень. Они нужны сильных мужчин. И Иаков старается показать, что он такой сильный. Бития 29, 4, 6. И Иаков сказал, «Братья, откуда вы?» Они сказали, «Хорана». «Знаете, вы знаете Лавана, сына Нахорова?» Они сказали, «Знаем». Они сказали, «Здравствует ли он?» Они сказали, «Здравствует». И вот Рагиль, дочь его, идет с овцами. Вы знаете, что имя Рагиль означает? На иврите. Агнец. Она пастушок, и она заботится о овцах. Бития 29, 10, 11. «Як увидел Рагиль, дочь Лавана, брата-матери, и в детстве Лавана, брата-матери своей, и говорит, «Тобошел Яков, отвалил камень от стерев колодца, и напоил овец Лавана, братья, и поцеловал Ехил, и возвысил голос, и заплакал». Когда мы последний раз слышали, «Возвысил голос, и заплакал». Когда Исаф потерял благословение, он тоже возвысил голос, и плакал. И вот Яков, если благословение, он встречает Рагиль, тоже возвышает свой голос, и плачет. И он пришел к Лавану, если вы помните, Лаван увидел, какой богатый Исаак, и золото, и серебра Дана, ему и отцу. Он надеется, что у Якова тоже много денег. И Лаван говорит, «Ты бедный! Неужели ты даром будешь служить мне? Потому что ты простенько? Скажи мне, что заплатил тебе?» И вот Лаван спрашивает Якова, «Сколько ты хочешь мне платить?» Но в конце Яков не счастлив, потому что десять раз меняли, что ему платят. Итак, можно спросить, «Почему, Лаван, ты спрашиваешь, если ты всегда будешь изменять?» Бытие 29.18.20 Яков полюбил Рагиль. Я буду служить тебе семь лет за Рагиль, младшую дочь твою. Как звали Саша брата Якова? Исаак. Исаак должен был жениться на Лии. Они оба первородные. Это отношения. Исаак должен жениться на Лии. Исаак должен был жениться на Рагиле, но у него оказываются оба жен. Это на кем Исаак должен жениться, а не на Ханьянке. История «Когда мы читаем, что произошло, и слушали Яков семь лет, и не показались ему за несколько дней, потому что он любил его». И читаем, что дальше произошло. 2.23 стих. «Лаван созвал всех людей того места, и взял пир». Знаете, что это такое? Это первая вечеринка, или молчишник праздник. И он взял дождь свою Лию и вел ее к нему. Вы знаете, сколько было Якова на этой вечеринке? Ему уже было 77. Яков уже 77, когда он женится. Ему начало работа было 77, и 84. 7 лет спустя он получает Лию и Рахиль. он служит еще 7 лет. Ему 91, а потом еще 6 лет работать за скот. Ему 97, когда он ходит. Вот. Якова 77, когда он встречает Рахиль. Он работает 7 лет, так ему уже 84, когда он получает Лию и Рахиль. Он работает еще 7 лет за Рахиль, и в конце этого, когда Иосиф рождается, и потом ему надо работать еще 6 лет за скот, так ему 97, когда он борется с ангелом. Ему 97, когда он борется с ангелом. А Иосиф уже 6 лет. И мы это все узнаем, когда мы используем математику. 7 лет у него не было детей, потому что он не был женат, потому что он получает две жены, и последние 6 лет он работает на скот, и у него дети не рождаются. Бытие 31-41, я служил 20 лет, 14 лет за две дочери, и 6 лет за скот. Если он служил 20 лет, и первых 7 не было детей, значит, только 13 лет, если у него был Рувим, сразу Рувиму 13, когда он уходит. Видите, как это происходит? И здесь у Ли четверо детей. Потом Вал и два сына Данафаилм, у Ли, Рувим, Семен, Леви, Иуда, и Сахар, Заволон, и потом Рахили, и Освенимин, и потом Зелфы, Гад, и Осир. Все 13 детей родились в течение 7 лет. И это почему не было четверо жен. Рувину будет 13. Значит, в основном все были до 13. Когда в основном были роженцы, 9 месяцев занимаются, чтобы родить ребенка. Семен и Леви, они тоже с самого возраста. Где он родился в январе, а другой может в декабре. Еще больше, чем 9 месяцев. Но мы замечаем, что Иосифа только был 6, то же самое возраста, как Дина. Когда они убили все эти народы, они только были подростками, Семен и Леви. Им было 16, когда они убили этот народ. 8,9 лет. И что этот человек сделал? Он имел отношение с Диной, которой только было 10 лет. Когда это произошло, так их всех убивают, а потом, это их возраст, когда они предали Иосиф, было 20. Это когда они вошли в Египет. Это когда Иаков их благословил. В таком время Иманаса, им было 8,9. Не как показывать на фотографии. Им было 25, 26, когда они были в вене. Это почему я люблю смотреть на разные времена. Итак, в 29, 25, 27, в там что-то Лия, и сказала Лавну, что ты это сделал? Не зараги, ли я осужил тебя? Зачем ты манул меня? Лаван сказал, в нашем месте, не дем чтобы мальчая выдать прежде старшей. Заметь это, окончание неделю этой, а потом дадим тебе эту заслужбу. А то ты будешь умнее еще 7 лет. И он дал ему жену Рахиль. И когда мы читаем окончание недели, сколько как долг недели? 7 лет, как Шмидт цикл. Он должен работать 7 лет, чтобы исполнить эту неделю, смысл Шмидта, даже тогда, в бытие. Как долг этот праздник свадьбы? 7 лет. Первый год они женятся. Можете думать об этом как на днях. Первый день они женятся, на седьмой день это праздник. праздник. Так, один от этого испытания начнется первой недели, но этот праздник свадьбы будет седьмой год. Это почему свадьба происходит на Рашашана, испытание это семь лет спустя, и потом это битва Амелигедан, когда птицы кушают эти тела, и есть праздник у невесты. Понятно вам это? Это очень просто. Это все написано в Писании. И мы читаем Лук 12. Будут некоторые, которые не будут на этой свадьбе, но когда он возвратится, если они откроют дверь, они попадут на этот праздник. Есть верующие, которые не будут на свадьбе, а другие будут. Они проводят испытания, но потом они попадут на этот ужин тоже свадебный, семь лет спустя. Включается ли этот свет? Понятно ли вам это? Что еще упомяну? Итак, в Писании 29.33 «Изачало пять, и родилась она, Господь услышал, что я была нелюбима и дал мне сегодня имя». Что? Симеон. Симеон это коляр, о которой мы будем говорить в второй части. И это связано с месяцем «Ав». Господь услышал. Какое еврейское слово для «слышать»? «Шама». Она сказала «Шемеон». Слово «Симеон» это «шма», это «слышать». 35-й стих. «Зачало еще родила и сказала «Теперь прилипись ко мне муж мой». Ибо я родила ему трех сынов, наречено ему имя Леви. И еще сначала я родила сына и сказала «Теперь я воссталю Господа». Иуда перестала рождать. Батия 35-8 Я хочу упомянуть что-то про 33-й стих. Она решена нелюбима. Очень часто к нам проходит через эмоциональную проблему. Эти гормоны может влиять на ребенка. А почему Симеон был столько ненависти? Потому что она чувствовала, что она нелюбима. и ее ненавидят. Она рождается и я поверю о нем в второй части. Батия 35-8 Вала сначала и сказала Рахиль и потом называть его Дан и Дан означает судья. Потом Вала опять другого сына родила Якова и она сказала Рахиль сила боролась с сестрой. и привозила и назвала его Нефали и Нефали знает борьба. Батия 39-13 Ли увидела, что прислала рождать и взяла служанку свою зелфу и дала его Якову и служила и дала Якова сына. Она прибавилась и наклеила ему гад и потом служанка Ли имела другого ребенка и назвала его Асир это счастливый потому что она говорит я счастливая. Батия 30-18-19 Ли говорит Бог дал возмездие мне за то что я дала служанку мою мужу моему нарекла ему имя И Захар еще зачал Ли и родила Якову шестого сына это Зевулон 20-21 Бог дал мне прекрасный дар теперь буду жить у меня муж мой и боя родила ему шесть сынов нарекла ему имя Завулон потом родила дочь и когда мы видим этих сыновей вы можете узнать их возраст и потом у Рахили рождается Иосиф и говорит Господь даст мне и другого сына она хотела еще одного сына и называть его Иосиф Батия 31-41 это как я говорил Лавану я был 20 лет 14 лет за двух дочерей 6 лет за скот 10 раз принял награду мою и закончим Бытие 32-41 А Яков пошел путем своим и встретил ангела Божия увидев сказал это оплачение Божие и нарях ему место Магани это два лагеря и послал Яков при собой вестника к брату своему Исаву для Мессиир в область Едо и Берказал сказал Так скажите господину моему Исаву Вот что говорит раб твой Яков Я жил у Лавана Он старался чтобы успокоить Исава забрал первородные права У нас есть экзамен Кто был один из внуков Исава Как звали первого внука Исава Амалек Амалек А как звали Якова первого еврейского внука Какой сын дал ему первого еврейского внука Иуда Иуда И как его имя Парез Помните Иуда и Фомарь? Другие три сына, это хананянки. Они не были евреи, но Фарес, Фарес и Зара, Фарес это открыть, разношает семя, они были близнецы. Почему это важно? Потому что Фарес это в линии царя Давида. Первый, последний стих в Руфе мы читаем поколение Фарес и заканчивается Давидом. Вот двое внуков, Амалик и Фарес, как есть Руф и Орфа, Давид и Галиаф. Эта битва всегда продолжалась в теле Мессии. Всегда будет эта продвинутая церковь и та церковь, которая проснулась. И мы увидим, как эта битва произойдет очень скоро. Давайте встанем и помоемся. Отец и Царь наш, мы так Тебя благодарим, что мы можем собираться и изучать Твое Слово, мясо Твоего Слова. Мы так остались от печенья и молока. Мы хотим настоящую еду. Итак, я благодарю. Я прошу, что ты дал глаза, которые открыты, уши, которые открыты, чтобы мы могли понимать Твое живое Слово, которое всегда истинно. Даже сегодня. Я благодарю за те, которые вокруг мира, в Соединенных Штатах, больше, чем 20 стран, которые нас смотрят. Я прошу, чтобы ты их благословил и помазь их глаза, чтобы они поняли смысл, чтобы они возносили Тору, чтобы она была в чести опять. В этой темноте ночи, чтобы они могли сеять это семя, чтобы Твое Слово росло. Во имя Ищего. Аминь. Благословен ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас Торой Твоей правды. Ты благословил нас всем советом Твоего живого Слова, силой Духа Святого, через оконченного делами с Ищуа. Ты один посадил между нами жизнь вечную. Благословен ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Аминь. Господь, Ты свят, свят, свят. И Ты нам сказал так же быть святыми. Ты хочешь, чтобы мы были отделены от этого мира. Ты хочешь, чтобы мы были на Твоем календаре, не на календаре этого мира. Чтобы мы были по Твоему графику. Не на нас лично. Не на графике мира. И мы благодарим, что Ты нас так возлюбил, что Ты послал своего сына, Ищуа. Ищуа, мы так благодарны, что Ты пришел. Ты великий пастух. Пастух наших душ. Мы сейчас молимся о тех, которые мы знаем, которые страдают. Может, физически, может, эмоционально или душевно. Может, какая-то рана или какая-то проблема с здоровьем. Мы просим, мы молим о тех, которые мы любим, которые страдают. Мы также молим о тех, которые мы знаем, лично, которые имеют финансовые нужды. Мы просим, чтобы Ты открыл небеса и был святой финансовой. И мы Твои руки, мы Твои ноги. Используй нас. Мы рады участвовать. Мы также молим наших лидеров. Каждый народ, который нас сейчас смотрит, молитесь о Ваших лидерах. Может, они военные, политические или религиозные лидеры. Отец, такой беспорядок вокруг мира. И да, есть много разделений в этом мире, в нашей стране. Мы молим, чтобы Ты открыл окна неба и благословил нашего народа. Мы не хочем быть этого народа, который коза, но овцей, который поддерживает Твой народ. Мы также молим Израиля о войне, которая сейчас происходит, чтобы Твои ангелы окружали их, как Тазелл с Иаковом и Израилем. Пусть Твои ангелы будут перед ними, и пусть это будет последняя битва с Амаликом перед Твоим возвращением. Мы просим во время, во имя Ишио. Аминь. Вы можете присесть, если вы помните, мы говорим о временах и сезонах. Какое время, какой сезон. И так основано, как они были вокруг Скиния. На последние пару недель мы говорили о весне, как месяц Нисан, это первый месяц, и Иуда идет первый. Потом Исахар, потом месяц Ияр, потом месяц Иван, и это Зевлон. И на прошлой неделе мы говорили о юге, это лето, это Томуз, и это месяц Рувим, это знание, видение. Даже имя Рувим означает видеть. И мы приходим к месяцу Ав, это колено Симеона, это пятый месяц. Что мы помним о Томузе. Что произошло в месяце Томузе? Золотой телец, и также целый месяц они были в ветерной земле, и потом Ав не возвращается. С плохими новостями. Вот Симеон, месяц Ав, это пятый месяц. Ав это пятый месяц. И что прекрасно про имя Симеон, если вы идите на первую часть, Шем Амим, что у нас получается? Шма. Шма означает слышать и повиноваться. Симеон, имя означает слышать. Она проблема, что Симеон не согласился услышать. Итак, мы разъявим это слово между этими двумя. Там есть грех. Есть грех. В Симеоне есть грех. Давайте увидим, что произойдет. Бытие 29, 33. Начнем этим. Изначально опять. И родилась она и сказала, Господь услышал, услышал, что я, не любимая, или меня ненавидели, и дал мне, и сегодня реклама имя Симеон. Симеон означает, что Бог услышал. Мы заметим два момента. Мы посмотрим на колено, и также месяц. О Симеоне. Давайте посмотрим, как происходила его жизнь. Бытие 34, 25, 26. На третий день это Сихиема. Вы помните, это он имел отношение с Диной, который только 10 лет. Итак, братья учат отомстить, и они убивают всех. Два сына Якова, Симеон и Леви. Почему сказали Леви? Говорят, Симеон и Леви. Симеон, это вел этот план. Братья Динины взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили, умертвили весь мужеский пол. И самого Емора и Сихиема, сына его, убили мечом. Взяли Дину из дома Сихиемова и вышли. Вау. Я хочу, чтобы вы заметили что-то. Кто знает, что некоторые люди, они хотят справедливость. Когда что-то происходит, когда одна судьба, кто-то убивает его сына. И теперь они на суду. Что вы хотите сделать? Вы хотите прыгнуть и потом задушить этого человека. Но мы знаем, это не косер способ, как действовать. Хай, судья разберется. Но Симеон, он хотел справедливость, он хотел защитить свою младшую сосудину, но его стандарт, справедливость, это произошло, когда он был в гневе. Я думаю, иногда, как Тора-террористы, есть люди, которые сидят за Торой, но они не хотят справедливость для всех, кроме к себе. Это нехорошо. И что интересно, Симеон, это летом, когда мы думаем о лете, мы думаем о жаре, и вот он в гневе, он наполнен эмоциями. Это месяц ав. Мы можем сами действовать, и справедливость достичь, и не позволять Богу, чтобы он действовал. Когда мы исполняем заповеди Божии, мы должны делать это от радости, а не от депрессии. И когда есть такая справедливость, они суются террористами всеми. Вы должны это делать, вот у него что делать, и не ставить свой стандарт справедливости на всех. Некоторые люди, только хотят быть хорошими к Богу, но не хотят действовать хорошо к соседу. Он говорит, если я имею правильное отношение с Богом, не имеет значения, как я с собой обращаюсь. Но это неправильно. Петия 49, 5-7. Вы знаете, что у меня одно колено, которое не было благословено. Симеон не был благословен и Якова. Его Моисей также не благословил. Посмотрим на его отца. Когда отец его должен был благословен. Симеон и Леви братья орудия жестокости. Мечи их. Свет их, да не выйдет душа моя. Собрание их, да не припщится. Слава моя. Ибо во гневе своем убили мужа, и по прыгати своей призели желательца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо и развернух и Якове, и рассею их в Израиле. Вы знаете, что у Симеона никогда была его земля. И Леви жил по всем коленам Израиля. Симеон и Леви были братья. Эти двое, у них возраст, разница в возрасте был один год. Они были вместе, они убивали. Что Бог говорит Леви, я позволю, чтобы ты убивал животных. Ты можешь отвечать за жертвы. Вот, убивай животных, и ты будешь отвечать за жертвы. Но никто не получил участок земли. Леви были разбросаны, и Симеон тоже разбросан колени в Иуды. Месяц Аав, это Симеон, это месяц, это гнева, жестокости, ярости, и убития. Вот, это в жаре гнева. Ихний камень это топез. Вы очень заметили ихний камень. В Терзаконе 33, 6, 24, когда Моисей благословляет колени, Симеон даже не упоминается. Иисус Лавин 19, 1, вот они берут жребие для земли. Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых в пеминахахах был удел среди удела сынов Иудинах. У них не была своя земля. Иуда отдал свою землю Симеону. Иисус Лавин 19, 9, от участка сынов Иудинах выделен удел колену сынов и Симеоновых. Так как участок сынов Иудинах был слишком велик для них, то сыны Симеоновы получили удел среди их удела. Иуда, Симеон и Левий были братья, которые были очень близки друг к другу. Они всех убивали. Но Иуда также был близок своему старшему брату Симеон. Это хорошо. Это почему Симеон будет колене Иудова. Иуда сказал брату Симеону, «Войди со мной в жреби мой, и будем воевать с днями, я войду с тобой в твой жреби». Так, Симеон и Иуда тоже работали вместе. Что мы знаем о месяце Ав? Этот месяц есть две цели. Первые две недели это смерть, истребление, а последние две недели это любовь, единство, вместе собираться. Так, есть две цели. Я вам это покажу, когда мы будем это разбирать. Что удивительно, девятый Ав, это когда было разрушение храма, связано с пасой, с искуплением. Потому что есть две части. В пасе есть вареное яйцо. Это вареное яйцо представляет разрушение храма. Каждый год 9 Ав это тот же день, как паса. Это прекрасная связь, которая происходит. И паса означает свободу, а Ав означает разрушение и рабство. Бытие 37 20. Помните историю Иосифа, его братья, и мне принадлежат его сны. Птиет 37 20. Пойдем теперь и что сделаем? И убьем его. И бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный звер сделал его. И видим, что будет с его снов. Это был Симеон, который сказал, давай убьем его. Симеон, который сказал, давай его убьем. Взяли его и бросили его в ров. Это Симеон, который бросил его в ров. Иосиф знал, кто бросил его в ров. Это почему к ним приходят в Египет, и это почему он оставлял Симеона и оставлял в темнице. Потому что он знал, что это Симеон, кто бросил его в ров. Бытие 42, 21, 24, когда они опять появились, и они каяются, и говорили друг другу, мы наказаем за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Ав это слышать или не услышать. Послушаем или мы не будем слушать. И Рубен говорит, это было колено перед Симеоном. Не врел ли вам не грешите против отрика, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. От того не знает, что Иосиф понимает, ибо между ним был переводчик, и отошел от них и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и взял из них Симеона. Кого? Симеона, слезав его перед глазами его, перед глазами их. Он забрал их слух. Бог забирает наши слух, если мы не будем слушать. Если мы не слушаем, мы не будем слышать. Потому что вы ответственны, если вы слышите и не исполняете. Бог показывает милость, когда вы не слышите, потому что вы не делаете, как он говорит, и поэтому вы стоите ответственными. Не интересно ли это? Это Бог показывает свою милость, когда он не говорит. Потому что вы знаете, если он знает, что вы не будете действовать. Вот именно. Это его милость. Последствия, что Израиль не слушал этим двух согладателей, но послушались негорошими. они были в пустыне 40 лет. Это их последствия за то, что они слушали. Число 1332. «Распускали гудою молву о земле, которой они смотрели между сынами и Израилами, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, земля, поедающая, живущая на ней». Вы знаете, что означает на английском «земля, поедающая, живущая на ней?» означает «Все умирают, все просто умирают. Земля открыла рот, потому что все умирают и их хоронят». есть два способа, как надо смотреть. Десять плохих этих разведчиков говорят, это плохо, но Бог послал эту казнь, чтобы они были заняты, чтобы их хоронить и даже не заметили разведчиков. И два согладателя сказали «Поксик умирает даже перед тем, убивая, пока мы даже придем в эту землю». Два способа, как надо смотреть. Но они послушали к человеку и не услышали Бога. Кого не услышали? Бога или человека? Они послушали Господа. Захария 7, 11, 13. «Но они не хотели внимать, отвратились от меня, и уже свои отяготили, чтобы не слышать». Бог говорит, если вы не будете слушать, я просто не буду тратить время и говорить к вам. Но вы видите эту картину, как они слышат, они поворачиваются, закрывают свои уши, потому что они не хотят его услышать. Что они не хотят услышать? Тору. Это что мы видим в христианстве. Они не хотят слышать закон. Здесь написано, «И стесно свои окаменели, чтобы не слышать закона и слов которые посылал Господь Савов духом своим через прежних пророков за то и постиг их великий гнев Господа Савова. И было, как он называл, они не слышали, так и они вызывали, а я не слышал, говорит Господь Савов. Бог говорит, алло, алло, если вы не отвечаете на звонок, когда вы будете звонить, он не будет отвечать. Теперь, по время месяца Ав, числа 33, 38, произошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господня и умер там. Какой год по исчезвести Сынов Израил и земли Египетской? Какой месяц? Пятый месяц, какой-то месяц, Ав, первый день месяца. Когда мы думаем о первом дне, мы думаем новая луна. Знаете, почему Аарон, который день смерти упоминается, все остальные, когда они умирают, не упоминаются день, когда они умерли. Но он умирает, и он умирает первого Авва. Мне кажется, должно быть что-то важное, потому что оно упоминается, только одно упоминается, а не другие смерти. Мы знаем, что Ав это ужасный месяц. Вы знаете, вы знали, что Аарон это был символ единства. Аарон хотел, чтобы был мир. Псалтырь 133, 1-2. Как хорошо, как приятно жить братьям вместе. Вместе. это как драгоценный лей на голове, стекающий на бороду Бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Вы знаете, контекст этого стиха, что происходило в то время? Это первое Ниссан, это когда открывается скин и народ стекает с него, это когда Иуд умерли. Но его помазывают, чтобы он стал священником. И он был символом единства. Если вы помните, Аарон входит в святую, святую, он выходит, он выходит, это благословение, а огонь сходит. Что происходит потом? Моисей и Аарон вместе вошли в святую, святую, в единстве. Тогда они выходят, и после той молитвы огонь спадает. Бог хочет единства. Это почему огонь пал тогда. Это почему он пал на скин когда произошло в одеянии, потому что все были в единстве. И Аарон был человек, который приносил это единство. Малахия 2.6 Товорит Аароне «Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и в правде он ходил со мной и многих отвратил о грехах». Вав Аарон был тот, который приносил единство между Богом и человеком. Он ходил с Богом в мире, потому что он говорил Тору правды. Так смерть Аарона был знак, что месяц будет этот раздор, не будет этого общения, это что пройдет? Это несогласие между Согладателем. Это почему Иерус был истеблен. Потому что нет этого единства. Так мы видим это месяц А. Это когда они не слышат Бога и это приносит разделение. Или мы слышим Бога и приходит единство. Это как А. Начинается. Аарон умирает и уже единства нет. Споры грядут. Бытие 8.3.12. Это что еще произошло в А. Бытие библейский календарь. Еще не использовали его во время дня Ной. Мое время месяц. Но я говорю какой-то библейский календарь. Потому что тогда Роша Шана это был первый месяц. А не Нисан. Я хочу чтобы вы поняли что произошло. В начале Бог сказал небо и землю. Было тегу и вогу. Просто была пустота. Ужасно. То же самое когда потоп приходит. Потоп приходит. Бог разделил воды верхние и нижние. И потом воды верхние и нижние встречаются вместе. И происходит этот потоп. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала бывать по окончании 150 дней. И седьмой месяц, семнадцатый месяц. это первый томоз. Мы видим, что Ной открыл сделанное окно ковчега и выпустил ворона. Это черная птица, она нечистая, которая вылетела, отлетела и прилетела, пока сушилась земля от воды. Потом выпустила от себя голубя, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места. И возвратились в ковчег, и вода была еще на поверхности земли. И он просил руку, взял его, помедлил еще семь дней, опять вывесил голубя. Потом голубь возвратился, и он возвратился свежий масличный лис, и Ной узнал, что вода сошла, помедлил еще семь дней, выпустил голубя. это все произошел месяц ав. Это месяц ав, эти 21 дней, когда птица посылалась, так читаем ее в 1-7, он говорит о сатане, и сказал Господь, откуда ты пришел? И отвечал сатана, я ходил по земле и обошел ее. 4-18-11, я уже read that, 4-18-3-11, когда мы говорим свежий масличный лис, это было с Иерусалима, и это удивительно. Что еще удивительно, люди всегда спрашивают, какое дерево было это дерево жизни, дерево добра и зла. Это не было яблочное дерево, и мусска как это дерево. Когда мы читаем, чем они себя покрыли? Листьями. Итак, это дерево знания было, и дерево жизни, это, мне кажется, было масличное дерево. Давайте посмотрим на месяц Ав. 4-й царь, 25-8-14. Пятый месяц, какой месяц? Ав, седьмой день месяца, 12-й год Новотносора, стар Вавилонского пришел на Зурдан, и он сжег дом Господень, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы больших сжег огнем. Какой это день? Седьмой день, 7-го ава. Мы сейчас слышим это 9-го ава. Иеремия, 52-12-13, что он говорит? Пятый месяц, десятый день месяца. Это был царя Новотносора, когда сожгли дом, Господень дом царя, все домы вирусами, все домы большие. Так это было 7-го, или 9-го, или 10-го. Как могут быть все правы? Очень легко. Займет пару дней, чтобы все сжеглось. Оно началось седьмого, и потом оно продолжало до 10-го ава, и потом все сгорело. Эзекииле 21-3. В седьмом году, в пятом месяце, в десятый день месяца пришли мужи. Какой-то пятый месяц, ава, в десятый день, когда Иеремия вредит, чтобы все сгорело. А теперь Иезекииле говорит, это десятилетие после того, как храм был исцеблен. Заметьте, что есть повторение. Они все приводят Иезекииле, чтобы сожжать Господа. Что этот день означает? Потому что храм Иерусалим сгорели. И это как Бог отвечает людям в Вавилоне. Пришли мужи и старейшин Израилей попросили Господа и сели предсто Моим. И было ко мне Слово Господне. Вы готовы? Сын человеческий говори со старейшином Израилем. Так говорит, вы пришли попросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Вы меня не слушали, я тоже вас не буду слушать. Время отомщения. Очень просто. Если мы не слушаем Бога, Он не услышит нас. Изра это 50 лет спустя, это 70 лет после исцепления храма, они хотят построить опять храм, и это что Немя хочет сделать. А Езра идет еще в Вавилоне. Пришел в Верусалим какой месяц? Пятый ав, седьмой же год царя, первый день, первого месяца, какой это день, новая луна, это Ниссан. Так, первое Ниссан, когда они начали идти в Верусалим, и первый день пятого месяца, они на гнезд шли, их заняло четыре месяца, чтобы прийти с Вавилона в Верусалим. Это почему так важно эта новая луна. Он ушел новой луне, пришел новая луна. Когда умер Аарон, он ищет единство и нагодит этот раздор. Псалом 103, 13-14. Что А означает на еврейском? Отец. Папа. Когда мы думаем отце, мы думаем тот, кто любит. Почему этот месяц милости? Есть это разделение. первые две недели это ужасно. Вас наказывают, а следующие две недели это сострадание. Бог любит своего ребенка, которого он наказал. Это почему мы читаем, если Бог не наказывает, вы не его ребенок. кто воспитывает детей и соседей. Кто бы хотел наказать детей и соседей, но вы не наказываете их. Если Бог не наказывает вас, вы не его ребенок. Это почему вы должны быть благодарны, когда вас наказывают. Псалом 103, 13-14. Как отец мил от сынов, так мил от Господь, бояшись его. И Бог знает состав наш, помнит, что мы персть. просто грязь. Мы возвратимся в грязь. Почему это имя отец дана этому месяцу трагедии разрешения? Потому что все меняется. Я вам расскажу историю судей 21-18. Может все не знают всю историю, и так я ее объясню. Но мы не можем дать им жены изначально и босыны Израилы поклялись говоря, проклят, кто даст жену Вениамину. Итак, есть один из колен, который стоит исцребить колено Вениамина. Кто-то знает историю? Некоторые. Человек с Вениамина берет девушку, разрезал на разные часы это слал по всем коленам. И другие колени были ужасы. Итак, они борются против Вениамина, и они хотят просто исцребить Вениамина. Делают это проклятие. Говорят, никто не должен дать свою дочь, дочерей Вениамину. Но после как война закончится, почти все женщины, старшие, мертвые даже, и также мужчины. Теперь им жалко, потому что они чуть не избавились от колена Вениамина. И поэтому семья, которые еще живые, что они будут делать? Потому что у них было проклятие, если бы они дали своих дочь, чтобы жениться, если бы они вышли замуж, и женились на девушах Вениамина. И они говорят, мы говорим, что мы им не дадем, но они отвечают, что они могут взять. Итак, Туба-Ав, это 15-ая Ава, вы знаете, это полная луна, это любовь, как-то все происходит вместе. Женщины, эти девушки плоскали на Туба-Ав и не ври Вениамину, пока они еще танцуют. Вы просто выбираете кого-то вы хотите, и мы потом всем объясним, что происходит. Потому что было проклятие, и поэтому пришлось это сделать. Это как Вениамин выжил. Но смысл этого, 1-ая Ава, трагедия, это раздор, а потом раздор происходит, или трагедия, а потом 15-ая Ава, уже есть восстановление. Бог приносит восстановление и любовь. не судей 21-25. В те дни не было и проказатели сказали, придите засидите виноградники и можете выбрать жену, и можете идти в землю в Вениамина. и мы будем там в следующем году. Если вы учили присоединяйтесь. Кто знает это движение пророчеств? Кто может вырос с 50-ником? Если вы не знаете этот библейский календарь, вы не знаете пророчество. Вы не пророк. Вы не про нас ведете. Посмотрите на это пророчество. Это пророчество Захария 8.19. Так говорит Бог Савуов. Пост четвертого месяца. Какой пост четвертого месяца? Какой четвертый месяц? Мы говорили о прошлой неделе. Четвертый месяц Тамуз. И когда пост Тамуз? 17 Тамуза. Это день, когда они поклонились золотому тельцу. Но почему они постятся? Это день на в Буганосор и стебе эту стену, чтобы напасть на Иерусалим. Это 17 Тамуза. А пост пятого, когда он происходит? Какой пятый месяц? ава. Когда постятся? Девятого ава, когда храм был исцеблен. Когда мы читаем этот стих, я хочу бы вы говорили, 18 Тамуза, девятого ава, и пост седьмого, и пост десятого. Я поврю об этом дальше, когда мы дойдем к этим месяцам. Садились лет дома Иудины, не пост и плач, а радость и веселым торжеством. Только любите истинный мир. Вав означает, что эти четыре поста, которые были это время оплакивать, перейдут в радость. Но вы не знаете, когда эти не происходят по календарю Божьему, вы не узнаете, что это пророчество исполнилось. Когда вы это читаете, вы должны иметь ваш библийский календарь с Алшадай, когда что происходит, смотрите на календарь и говорите, это пророчество, которое Бог произойдет. Это как вы можете сделать эту связь. Откровение 1.16 «Еще держал здесь семь звезд из всего что выходило? Острый с обоих сторон меч». А что евреям написано? Это слово Божие. Еврея еще есть слово Божие. Если его уст выходит от двух сторон меч. Я верю, что это с обеих сторон меч. Это может плохое или хорошее. Если кто-то бежит на вас большим ножом, если он хочет вас убить, то это плохо. А если он вырезает ваш аппендикс, чтобы спасти вас, это хорошо. Зависит какие-нибудь мысли, у кого есть этот нож. Итак, месяц апп это острый меч. Первая часть это первая плохая, вторая хорошая. Начинается с разрушения, нету единства и доходит до 9 аппендикс, но потом заканчивается любовью, прощением, единством и искуплением. Симеон был плохой, но потом он был положен Иудой, и это время стоит, чтобы спасти, и Бог спасает Симеона через Иуду. Птие 45, 1-6. Вот братья его не узнают, Иосиф не мог более удерживать при всех стоящих около него, и закричал, «Удалите от меня». И не оставалось при Йосифе никто, никого, когда он открыл себя братьям своим. Вы знаете, что это означает? Вы можете увидеть слово Божие, а есть другое, когда вы понимаете. Было такое, что вы что-то прочитали, а потом стало вам понятно. Когда мы читаем, «И не оставалось при Йосифе никого, когда он открыл себя братьям своим». Он показывает Йосифа по календарю. Это Йом-Капур. Когда мы проводим Левита, будет никого, человек, который будет с первым священником, когда он ходит к святому святых. Что здесь мы читаем? Когда он открылся своим братьям, праздник Йом-Капур, это тот день, когда Йосифа покажет семья к своим братьям. Вы видите эту связь? Я хочу доказать это Йом-Капур, через минутку. И громко зарыдал «Услышали египтяне», услышал дом фараонова, сказал братьям своим, «Я Иосиф, выживляющий отец мой». Но братья не могли ответить, потому что они смутились. Сказал «Я Иосиф, пойдите». Они подошли. Сказал «Я брат, Я Иосиф, брат ваш, того, которого вы предали Египет. Не печатитесь, не жалейте о том, что вы предали меня, потому что Бог послал меня пред вами для сравнения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, которые они орать, не жать не будут. Вы помните, когда Иосиф был это во рву, у фарона у него был сон? Мне кажется, говорят, в иначе говорит, есть тот, который может объяснить твой сон, Иосиф входит из этой темницы. И вы знаете, какой-то день был? Роша-шана. Это было Роша-шана. Если вы помните, у него было объяснение этого сна. Было 7 лет и потом голод 7 лет. Так, Роша-шана это когда они приходят перед ним. Это 10 лет спустя на Йом-капур он показывает себя. Все это происходит во время этого праздника 7-го месяца. И это вредит о будущем. Потому что то, что произошло с отцами произойдет на другом уровне с детьми. Заметьте это. он открылся на Роша-шана 7 Роша-шана благословения потом 2 года голода уже прошло. Означает что это событие произошло тоже в Роша-шана. И Йом-капур но вы готовы услышать это? Эти испытания продолжают одна неделя годов 7 лет трудностей. Вы знаете может означать что второй год испытания на Йом-капур когда Йошу откроется своему народу. Когда вы видите 7 лет скорби и потом после 2 года скорби и Ози показывает себя на Йом-капур может быть что в конце второго года скорби и 144 тысячи со всех колен которые будут евангелизировать есть это повторение о котором я стараюсь думать я не решила оно именно так произойдет но я люблю когда моменты Библии повторяются когда что-то происходит в Библии я могу сказать что о это что было давайте встанем я надеюсь что вам было интересно итак помолимся наш отец царь мы благодарим что ты нас любишь что ты называешь нас своими детьми и ты ставишь свое имя на нас когда говорил Арону говорить да благослови тебя Господь и сохраняй тебя да пройдет на тебя Господь и помилуй тебя да пройдет Господь и дать тебе мир это самое прекрасное имя Аминь увидимся на следующей неделе Аминь Аминь Аминь